приветствую вас мои дорогу сики с вами натусе шерил не всем полный чайный респектик с вами натусе шерил не я рада вас приветствовать на своем канале и сегодня как вы уже наверное поняли по названию этого ролика у нас кликбейтный на самом деле не кликбейт не совершенно видос про то кликбейтный видос про то как я попала в полицейский участок это не шутка и это не преувеличение я действительно вышла из полицейского участка вот такая вот бумажечка вот такая прекрасная бумажечка из тайского полицейского участка даже меня это немножко шокировало сегодня вам расскажу что меня едва не депортировали из таиланда а также как я попала в небольшую тайскую дораму да в общем собиралась истории так насобиралась давно у нас с вами не было трэш контента до трэш истории на этом канале я как-то знаете стала такой домохозяйкой женой корейского мужа с четырьмя детками а тут как-то чё-то мы решили с моими подружечками пойти на тусовку и я по полной отожгла перед началом этого ролика как обычно поддержите мой канал подпишитесь на бусти потому что там выйдет вторая часть про опасных корейцев про то почему корейские мальчики на самом деле совершенно недорамные красавцы и почему иногда их стоит опасаться ну и также парочка трэш истории связанных с корейскими парнями переходите по ссылочке в описании на бустик мой оформляйте подписочку там уже вышло более 50 разных видео про корею и не только всяких трэш истории про папиков и не только вы все их можете посмотреть по подписочки ну и обязательно заглядывайте в мой телеграм-канал и вообще я там показываю свою жизнь а ведь я такая крутая ну разве можно со мной поспорить нельзя поэтому подписывайтесь и на мои соцсети указанные по ссылочке в описании ставьте лайк этому видео с чего все началось а началось все с того что мы с моими двумя подружками решили пойти тусить в клубик но клубик не простой а золотой но если точнее радужный в гей-клубик мы решили пойти тусить в наш любимый я про него уже рассказывала и на пусть и показывала во влоге и здесь на youtube канале в своем кукинге это просто клуб с элементами интимного шоу и мы пошли в этот клуб тусить потому что мы планировали после него пойти на автор пати с двумя красавчиками которые там работают мы договорились с ними что после того как они закончат работу мы пойдем бухать веселиться бледовать и отдаваться земным наслаждением но земные наслаждения закончились в тот момент когда меня посадили в полицейскую машину в общем мы прекрасно отрывались в этом клубе все было здорово все было весело и стоит уточнить что мы туда пришли уже пьяные в дрова я давно не пила знаете я последние полгода вообще держала аскезу на отказ от алкоголя да то есть прикиньте я не употребляла алкоголь вообще ходила на тусовки трезвой я знаю в это сложно поверить вы смотрите мои видео думаете что я вообще там блять по полной синюшное уебище но тут я решила жить жизнь правильной женщины домохозяйки чистой девы целомудренной подготовиться наконец-таки к замужеству с каким-нибудь мальчиком тайским и в общем ничего не пила видимо что-то во мне вот это моя злобная черная часть это черная моя душа решила по полной оторваться в ту ночь и я начала пить с пяти вечера сначала на одной тусовки а потом еще пришла в этот клуб и там нас все угощали нам все наливали мне заливали виски бесконечным ручьем в мой рот и конечно же я не заметила как в какой-то момент я уже понимаете немножко плыву да к середине тусовки я была пьяная пьющая в очко где-то уже к часу ночи ну и в таком пьяном состоянии я на выходе из клуба ёбнулась да я ёбнулась я упала на асфальт на своих прекрасных каблучках в своих прекрасных девчачьих туфельках в своей изысканной короткой юбочки у меня до сих пор остался вот такой прекрасный след еще раз гибашила вот пожалуйста здесь плечо но она уже заживает до мои подруги меня подняли потом сели как три гопницы в такси в котором морали как ненормальные и поехали во второй клуб где начался главный замес почему поехали во второй клуб потому что мальчики которых мы ждали на автор пати они работают диджеями они перемещались одного клуба в другой и сказали нам ехать туда ожидать их вот значит мы приезжаем в этот клуб новый в котором мы ни разу до этого не были а клуб на самом деле вообще дыра знаете то есть он расположен в каком-то отеле который выглядит как какой-то ублюдочный отель с двумя звездами в котором на завтраке тебе подают дохлую крысу и самое интересное что тотель находился все минутах от моего дома мы приезжаем в эту дыру и на удивление там оказывается очень интересный контингент там очень много молодежи тусовалась то есть не какая-то рогатня там было да не какие-то ублюдины синюшные а там были даже довольно таки неплохие приличные люди и мы заказали себе еще по бутылочке пива ведь мне мало было ебануться об асфальт надо было еще мне нужно еще еще выпить чтобы совсем отлететь в мир иной пока мы сидели и изящно пили пиво мы ждали наших мальчиков они все никак не доезжали они там где-то перемещались по разным клубам собственно мы заскучали знаете мы заскучали потому что к нам постоянно подходили какие-то мужики знакомиться с которыми нам не хотелось знакомиться постоянно подходили какие-то незнакомые люди с нами разговаривать мы заскучали и я говорю девочки ну что ж мы сидим то за этим столом все-таки кого там грызут собаки заживо трэш я говорю давайте наверное все таки прогуляемся по клубу прогуляемся по этому дивному бару мы подходим к туалету там всего две кабинки и очередь километровая то есть стоит очередь просто думаю так но меня это не устраивает я хочу писать я хочу писать я обозначил иду на пролом через эту очередь захожу в сам толчок и вижу что там всего вот эти две кабинки и всего одна постоянно меняет людей то есть всего в одной кабинке люди ходят выходят ходят выходят а вторая получается закрыта уже длительное время и там кто-то сидит охуевший понимаете выпускает эту кокулю из себя и заставляет целую километровую очередь людей в клубе пьяных ждать я давай стучаться изо всех сил эту кабинку говорю пустите тетку пустите описать хочу знаете как мэдди из эйфории такая разъебываем я понимаю что мне никто не отвечает меня не слышит может быть эта женщина там внутри китаянка уснула или что или сдохла или там кто-то ебется я думаю ну я такого конечно не позволю у них есть секс а у меня нет ничего себе вот это нагло и думаю дай-ка я ебану ногой дополнительно чтобы точно меня услышали а у меня чтобы понимали в ту ночь были надеты такие туфли на очень-очень широкой платформе тяжелые такие туфли я не рассчитала силу и со всей дури ебанула ногой так что отлетела нижняя часть двери что там знаете было такое деревянное окошко в этой дверке окошко которая я ебнула ногой и она вылетела оставив дыру в двери я конечно же в ужасе в шоке я сразу в этот момент протрезвела такая в шоке выбегаю из туалета с вот такими глазами по 5 рублей выбегает моя подруга которая заходила туалет рядом со мной такая наташа что произошло чё ты сделала и в этот момент к нам подбегают знаете в тайских туалетах в клубах видимо как раз для таких ситуаций есть следящий как бы охранник каждый в каждом туалете или охранница и собственно выбегает эта женщина контролёрша туалетная и говорит you have to pay you have to pay ну я впервые в своей жизни что-то сломала в клубе я вообще считала что дверь которую я сломала она я ее не выбила то есть дверь осталось стоять все нормально вот так вот это вот маленькая кошка я выкинула ногой скажем так продырявила я вообще считала что эта дверь не стоило того чтобы за нее платить то есть знаете эта дверь была ну реально на слюнях и соплях я такая смотрю а значит она ко мне выбежала говорит что я должна платить я думаю ну ладно я заплачу я так прикинула ну сколько мне с меня за не попросим наверное 1500 бат думаю ну там две тысячи может максимум попросим ну ущерб двери реально был минимальный то есть можно было просто там ее заклеить как-то да или там не знаю ну отремонтировать мне показалось что там не нужно было менять целую дверь я ее все-таки не с петель снесла же понимаете значит это контролёрша позвала там еще значит вышибал этого клуба которые типа на фейс-контроле стоят позвала еще менеджера этого клуба короче вокруг меня через пять минут собрался весь персонал этого бара и отеля вот я стою вот так вот среди кучи тайцев стоят две мои охуевшие подруги они такие 3000 бат а чтобы понимали 3000 бат переводя на русские рубли это где-то 8000 рублей ну в общем знаете на самом деле я приз вынужден признать что это было глупо но я встала в позу и такая я не буду платить 3000 бат я рассчитывала что они скинут мне цену в целом тайцы это не те люди которые тебя обманывают да на деньги в целом они довольно честные мне кажется ну не знаю меня вот тут редко на что-то наебывали очень редко но они все равно не упустят возможность немножко с тебя скрис со скрис псти если ты проебался то есть если ты сам по себе проебался то они не возьмут с тебя столько сколько они должны взять они всегда немножко цену увеличат вдвое а то и втрое ну и я встала в позу а мои подруги решили вообще меня спасать и мои подруги вообще стали говорить что это не я но у них же нету камер в туалете они действительно не могут доказать что это я они стали так убеждать что это не она это не она это вообще другая женщина мы просто постучали мы слегка постучали мы не ломали эту дверь я такая вижу что они убеждают думаю ну может мне тоже нужно так сказать говорю да это не я это не вы что в общем мы вот так вот минут наверное 20 спорили сломала я эту дверь или нет они утверждали что да мы врали что нет в какой-то момент пришли наши мальчики красавчики наконец-таки эти сволочи которые заставили нас ждать их в этом клубе приехали в этот клуб и они заходят в то время как мы с моими подругами окружены просто легионом тайцев работников этого клуба они заходят и мы такие приветики мы вас ждали один из этих парней мы его подзываем и он уже начинает нас выгораживать прикиньте я стою две мои подруги и нас выгораживает этот красавчик диджей она реально здесь ни при чем пожалуйста не надо вызывать полицию начался разговор о полиции они уже такие так не хотите платить мы вызовем полицию а все иностранцы как бы в таиланде боятся полиции потому что полиция в кафта она не опасная но она очень рандомная и говорят что она чаще всего встает на сторону собственно своих конечно же как бы а я в целом полиции не боюсь потому что я все-таки считаю что если уж ты наплошал то как бы нужно отвечать по закону надо брать на себя ответственность за свое действие сказала наташа которая 30 минут врала что это не она сломала дверь собственно он такой нет это диджей не вызывайте полицию она такая хорошая она вообще человек святой вы что она из вообще ни при чем она ничего такого не сделала не получилось его убедить этих чуваков они говорят так либо вы платите уже десять тысяч бат то есть было три тысячи бат стало уже десять тысяч бат таки либо мы вызываем полицию ну и в этот момент я понимаю что все если три тысячи бат еще куда не шло я бы все-таки наверное бы уже согласилась то 10 тысяч бат это уже полный пиздец я говорю окей вызывайте полицию сажусь и начинаю ну а что мне еще оставалось то эмоции накатили они вызывают полицию приезжают какой-то мальчик с пальчик реально низенький маленький не в форме в своей одежде вообще что я сначала даже решила что это подставной человек но мне показал свое удостоверение горит я полиция он такой зачем вы сломали дверь я говорю я не специально я в нее просто постучалась я не знаю я ничего не знаю хотя я прекрасно все знала но я хотела до последнего я хотела до последнего играть роль жертвы она была манипулятор шей в общем в итоге они такие в полицейский участок разбираться поедете я такая смотрю на вот этих вышибал которые собственно нас пытаются торговать нам цену за дверь они уже предлагают 30 тысяч бат прикиньте как цена на эту дверь выросла выросла быстрее чем bitcoin криптовалютный правда офигеть чтобы понимали 30 тысяч бат это 70 с чем-то тысяч рублей и объясняли работники этого клуба вот такой вот рост в цене резкий в 10 раз тем что мы вызвали полицию причем это не вызвали полицию но для них это был аргумент я такая вижу это все и понимаю что мне ничего не остается кроме как ехать в полицейский участок потому что там ну за дверь конечно же никто не сможет с меня попросить 30 тысяч бат возможно сможет но почему тут я как чувствовала знаете у меня очень хорошая интуиция и я чувствовала что там мне почему-то помогут я знаю что многие наверное сейчас слушают и думают какой-то кошмар какая я дура что я реально решила в своем уме ехать в полицию но почему-то мне как раз таки показалось что именно в полиции мне помогут в какой-то момент мои подружки пошли со мной на улицу мы думали сбежать но не получилось охранники нас продолжали преследовать даже на улице чтобы мы никуда не сбежали кстати если бы мы сбежали то мне бы ничего не было скорее всего жаль что мы до этого не додумались сразу когда сломали дверь ну ладно надо же выставлять себя в хорошем свете законопослушной женщины и в общем мы стояли на этой улице 30 минут я до последнего отрицала все говорила это не я это не я если честно знаете о чем я думала я думала о том что они не поедут в полицию реально разбираться из двери потому что мне казалось что это реально не тот не та проблема из-за которой им реально было бы не вломок ехать в полицию разбираться полицейская машина чтобы вы понимали приехала через 40 минут то есть еще минут 30 или 40 мы тупо ждали на улице а самое смешное что я стою в окружении этих охранников мои подруги стоят мы все в ахуе сохраняем позитивный вайб ну а чё грустить что ли стоит плакать я уже поплакала стоим что-то танцуем такие думаем что нам дальше делать я говорю своим подругам чтобы они со мной никуда не ехали хотели поехать со мной даже в полицейский участок я говорю вы с ума сошли вы здесь вообще ни при чем вы ненормальные в общем я на них наорала заставила их остаться в баре потому что они тут реально ни при чем к нам продолжали подкатывать мужики к нам подъехали чуваки на машине спустили окошко и такие девочки хотите с нами поехать на автопатия а мы им говорим мальчики какая нахуй автопатия ты не видишь что я в окружении охранники охранников и рядом со мной стоит полиция тебя это не смущает я им говорю 10 тысяч бат есть он говорит нет десяти тысяч бат первое у меня нет возможности финансировать закрыл окошко уехал вот так вот девочки вот так и надо проверять мужиков в клубах приехала полицейская машина я ожидала что для экшена мне хотя бы наручники на руки наденут прижмут к стеклу но нет они просто подошли сказали садитесь полицейскую машину я села в полицейскую машину мы проехали пять минут меня действительно привезли в полицейский участок в этот момент я поняла что это пиздец заводят такие сажают значит эту тетку которая в этом туалете контролерша сажают менеджера клуба и приходит какой-то мужик наполовину таец наполовину иорданец и он был собственно моим полу адвокатом полу переводчиком и он такой рассказывайте что случилось но я собственно объяснила ему всю ситуацию он такой ну ничего страшного сейчас вам поможем сколько вы готовы заплатить такой сколько у вас есть я такая но они мне предлагали 3000 бат он такой ну сколько у вас есть в кошельке и я открываю кошелечек а у меня идеально ровно вот прям вот наверху кошелечка лежит 4000 бат и всего на 1000 бат больше но где-то на две с половиной тысячи рублей больше чем они мне предлагали изначально когда я встала в позу я так осмотрен эти 4000 по думаю ну нормально думаю ну на 1000 бат дороже заплачу конечно за свою тупость поехать в полицейский участок я думаю 4000 бат хоть это для меня тоже дохуя знаете ли столько как бы ну я на такую сумму могу жрать дня четыре наверное в таиланде я думаю ладно четыре дня посижу на питьевой диете досталось 4000 бат говорю 4000 бат готова он такой все все нормально сейчас мы все порешаем и в общем он давай там что-то лялякать в течение десяти минут на тайском я ни слова не понимаю что там троллевая там вот держите 4000 бат там то-то то-то я не знаю чем про меня чё он им рассказывал но они реально согласились мне тоже даже понимаете не пришлось в этом полицейском участке сидеть дольше 15 минут вы понимаете что я суммарно в этом участке просидела 10-15 минут я там сидела меньше чем пока я с ними спорила в клубе в общем все этот мужик меня отмазал он показал что у меня больше нет денег в кошельке что просить с меня больше незачем вот эти вот полицейские такие на него посмотрели потом посмотрели на меня как на дуру а у меня короче я вся в этих ушибах из-за того что я упала я еще потом я еще пока была пьяная не заметила что я до крови раздрала себе ногу прикиньте у меня вся туфля в крови была и они такие вы чё еще и с кем-то подрались я говорю нет я просто ёбнулась я очень пьяный был они такие смотрят на меня как на дуру такие больше так не пейте ситуация сюр я начала с этого всего смеяться полицейские начали смеяться вместе со мной потом меня спрашивает вот этот вот мой полу адвокат полупереводчик а чем вы в таиланде занимаетесь я говорю я видеоблогер он такой как это хорошо как здорово в общем он им всем рассказал что я видеоблогер и с этого момента начинается полный анекдот они все значит прикиньте до полицейские в этом участке в форме начинают искать мой youtube канал а как называется ваш youtube канал я хочу на него подписаться они все меня теперь фоловят да в этот момент на моем youtube канале подписаны тайские полицейские вау вы такая популярная у вас 160 тысяч подписчиков в общем они все меня зафоловили и даже менеджер этого клуба который привел который все вот это вот сыр бор понимаешь развел и знаете что мне сказал мне говорит а вы откуда я говорю я из россии он такой а у меня бывший из россии и звали даша вы так на нее похожи и в этот момент этот менеджер с которым и до этого срались из-за этих 4000 бат за сломанную дверь начинает показывать мне фотографии его бывшей русской девушки такой вот я вообще очень люблю русских девушек знаете вот моя бывшая русская я такая думаю даша спасибо тебе подготовила почву для хороших переговоров в общем после того как все узнали что я блогер они стали в 30 тысяч раз добрее ко мне они все так мне радовались как будто бы к ним в полицейский участок заехал я не знаю сам тайский король после этого какой-то полицейский даже принес мне перекись с ваткой и начал обрабатывать омывать мои ноги кровавые он вот так наклонился к моей ноге и начал ее протирать все со мной очень дружелюбно общались очень мило все мне были так рады всем не улыбались в общем я чувствовался настоящей звездой ну и потом мою ебало пьяная с размазанным макияжем сфотографировали мне выдали репорт кстати если собрать три репорта насколько я знаю то депортируют из страны так что у меня осталось всего две попытки чтобы затесаться здесь в таиланде надеюсь после этого видео мне второй репорт не выпишут за слишком длинный язык самый сюр был в том что я пишу своим подругам я пишу своим подругам вы где они такие мы тоже в полицейском участке и знаете в чем самый ржакич вот эти вот три диджея которых мы ждали в этом баре вот эти три красавчика они реально очень красивые поехали с ними в полицейский участок с моими подругами их выгораживать я сижу у меня и так тут понимаете целая ситуация комедия а тут еще и выясняется что моих подруг в этот момент в другом полицейском участке отгораживают три тайских красавчика похожих на актеров китайских лакурнов в общем по итогу меня выпустили этот переводчик мой даже вызвался меня подвести и пока мы ехали до полицейского участка где были мои подруги с тремя красавчиками диджеями он пообещал мне что он свозит меня на ужин в паттаю он сказал что он очень хочет себе жену что я прекрасный человек что я очень красивая и даже взял мой номер телефона в общем я вышла из его машины двое из тех трех красавчиков диджеев уже ушли спать остался в итоге только один сидят значит две мои подруги с этим красавчиком все надо мной ржут что я реально превратила эту ночь в полный тотальный цирк девочки вы все мне пишите постоянно в комментариях в инстаграме не пишите наташ это такая классная так люблю твои видео давай сходим на тусовку наташа вот две мои подруги которые никогда были подписчицами моими сходили со мной на тусовку понимаете такая тусовка что на всю жизнь запомнишь я-то умею тусить так чтобы запомнилась навсегда в общем я была очень рада видеть и этого диджея и своих подруг я давай его сразу благодарить за то что он пытался меня сначала отмазать в этом клубе потом отмазывал моих подруг в полицейском участке ну и после этого мы решили поехать праздновать в заведение одно кальянную не в таиланде кто не знает в таиланде кальяна курить запрещено дальше все происходило не в таиланде если это видео смотрят полицейские это было все не в таиланде мы вылетели в другую страну где кальяны разрешены в ту же ночь есть такой гта район у нас тут в другой стране в этом гта районе можно купить все там есть все что запрещено законом прости наркотики блядство разврат и кальянные мы приехали в эту кальянную значит заходим а там кальянная просто выглядит как столовка какая-то знаете школьная без преувеличения там драные диваны все воняет кальянами и мы заводим вот этого красавчика тайского в эту значит понимаете рыготню и такие мы сейчас тебе покажем реально классную штуку мы садимся на эти драные диваны и заказываем кальян и черный чай а если точнее черный чифир ну и в общем вот так вот мы провели остаток этой ночи мы научили этого тайского айдола курить кальяны он очень сильно закашливался потом приноровился и уже трубочку понимаете сам у нас из рук выхватывал посасывая эта история с хорошим концом знаете эта история забавная веселая которая начиналась очень весело закончилась очень весело в середине конечно были кое-какие скажем так особенности особые происшествия якобы получила репорт и наверное это не очень хорошо учитывая для моего визового до для моей визовой истории ну конечно на самом деле это ни на что не влияет но как бы я к тому что еще два репортика и тетка ваша полетит из таиланда нахуй как бы с одной стороны доказалось бы не очень хорошо что я получила репортик с другой стороны зато как это было весело это реально очень необычный экспириенс и знаете я осталась очень довольна своим походом в тайский полицейский участок обычно в чатах всегда пишут что это вообще ужас что они там тебя на деньги разводят у меня такого не было пишите ваше мнение в комментариях что вообще по всему этому трэшу думаете мне кажется если честно что это очень забавная история я к не больше отношусь как какому-то забавному позитивному опыту не к чему-то плохому жуткому что со мной случилось чайный приветик от натуси преступница дня преступница ни за что ребятки ни за что не пейте так много не напивайтесь так никогда не пухайте мои дорогу сики алкоголь вредит здоровью а также выбивает двери в клубах я вас всех целую мои зайчики с вами была натуси шерил мисс спасибо большое что смотрели это видео я надеюсь вам оно очень понравилось ставьте лайк этому видео пишите ваше мнение в комментариях переходите по ссылочке на бусте чтобы посмотреть видео про опасных корейских парней и я вас всех целую мои зайчики всем пока пока удачи